Вы увидите не один эпизод, а два эпизода. Я в 45-ую капку подряд. Моя шутка сбылась и можно было никуда не ехать. Кажется, мы собрали толпу сегодня. Здорово, Назельника! Здорово, здорово! Всем привет! Это рубрика «На следующее остановите! Салки по Рязани 2». Как вы видите, нас сегодня аж 8 человек. Это значит, что вы увидите не один эпизод, а два эпизода, в котором будут играть две совершенно разные команды. Вот вот такое музыкальное сопровождение. Давайте я расскажу, как эти команды будут отбираться. Вот в этом пакетике у меня 8 фантов. В каждом фанте номер команды. И у кого номера совпадают, те будут 7 в команде. Я надеюсь, их 8. А их 6. 8. Так, вот у нас все фанты. Допустим. Допустим. И сейчас опять тот самый. Похоже на листок, который я продаю. Так, на счет 3. Раз, два, три. 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 Один. Четыре. Как вы уже могли понять, мы решили за один раз снять две игры. В первом раунде убегать будут Дмитрий и Николай, а догонять их будут два Ярослава. Во втором раунде Вадим и Иван будут убегать, а догонять их будут Сергей и Артем. Соответственно, в третьем и четвертом раунде роли будут меняться. Сколько у нас Ярослав и Ярослав будут? А, кстати, да. Прошу. Ой, правой рукой правда. И ваше время ожидания... Вот четыре минуты. Двадцать четыре часа. Давайте тогда отпустим одну команду в путешествия увлекательные. Сколько у нас там? Желаю удачи. Двадцать четыре минуты? Да, все. Все, все. А можно как-то лучше? Таник, осталось нам теперь понять. Давай. Ну, 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 ну. Пятнадцать минут, два раза. Даже раньше нас видел. Как вас прибить сразу? Могу предоставить инструмент. Да, у него есть инструмент. Всем удается. А это убежать быстро. Так, первая тестовая запись. Надеюсь, что нас слышно. Так, как вообще тебя зовут Артем? Артем, меня зовут Сергей, если что. Не понял. Так, мы ждем 15 минут на остановке Кремль. А эти товарищи ждут немного дольше, чем мы. 24 минуты. А у нас в реальном времени. Есть одна проблема. Нам достались товарищи, у которых у обоих геопозиция немного тупит. Это усложнит нам задание. Надеюсь, что не сильно. Я предлагаю пойти на Соборную площадь. Итак, мы зашли в чайную. Мы купили себе снэк-зон, но не нашли ложечки. Как мы это будем есть, я не знаю. Но как оно? Что идет? Традиционный рязанский десерт калиник. Анкину рязь. Да. Очень интересно, горьковато-сладкий вкус. Я люблю такие сладости, но единственное, что у меня теперь все лицо грязное. Проклятие. Сесть в первый автобус, который подошел к той остановке, с которой вы хотели продолжить свой путь на общественном транспорте. Для этой карточки троллейбус – это автобус. Нам приехал первый. Так, вот подъехал первый. У нас задание сесть в первый попавшийся. Нам по-любому отсюда надо на чем-то уехать. Поэтому мы едем. Все успешно. Валимся с Соборки. Мы едем куда-нибудь до Московского, и там 68-95 что-то доедет. Как повезет. Решили выйти на площади Победы, так как мало ли какое задание попадется. На площади Победы есть много всяких мест по типу лавочек, остановочных табличек, чай можно купить, сувенир там и тому подобное. 18-я карточка. Проклятие. Откройте прогноз прибытия транспорта для ближайшей остановки. Посмотрите номер маршрута, который будет третьим по списку, и воспользуйтесь этим маршрутом. Если на данный момент ожидается прибытие менее трех маршрутов, карточка работает так же, как карточка «Сядьте в первый подошедший транспорт». Откройте прогноз прибытия для ближайшей остановки. Отлично. Что-то все слишком легко нам попадается. Но откроем предположим. Может пуском чуть дальше пройдем, чтобы запутать. А что не в топом транспорте смотришь? У меня памяти мало, я его постоянно удаляю, то это добавляю. Вот. Смотри, открыли. Открыли, заодно посмотри, нам 68. Можно было вот на 71-м, кстати, поехать и пойти пешком. Может пешком-то найдем, чтобы запутать? Да смысл их путать, мы все равно в ту сторону поедем. Ну, все равно как бы. 68-м еще не пишет. 61-й, 65-й, 65-й. В общем, две минуты у нас осталось. Мы медленно, печально пошли к остановке. Садимся на первую. По решению, как это сказать по-русски-то, общему. По общему голосованию решили. Ну да. Так что идем. Вот стоит наша замечательная повозка. Битый час, как говорит царь. Да, и ничего пока нет. А наши коллеги уже... Уехали. Уехали, причем уехали довольно далеко. Действительно, нам какие-то слишком простые задания попадаются, поэтому, мне кажется, мы уже... Спонсор нашей поездки. 41-й. 41-й. Копейка до сих пор там стоит. Ну, выдвигаемся, будем смотреть, куда ехать наши соперники. Тем временем повернули уже на западную улицу. Будем что-то думать. Вот мы уже подъезжаем к сельхозакадемии. А наши догоняющие стартовали только 5 минут назад. Так что нас не догонят. Так. И где же пешеходный переход? Вокруг? Что вы на это скажете? Сейчас все, увидели. Финиш. Улица зафабричная. Но подождите. А вы не заметили в этом раунде кое-что странное? Давайте перемотаем на один момент. Летик, прогноз, требуется для ближайшей остановки. Отлично. Что-то все слишком легко нам попадается. Если вы еще не поняли, в чем дело. Команда убегающих не до конца прочитала задание. Они поняли его суть, как просто открыть прогноз прибытия транспорта. А на самом деле нужно было еще и сесть в транспорт, который будет по прогнозу третьим по счету. Убегающие же не посмотрели, будет ли 68 автобус третьим и просто сели в него. Теперь убегающие в первом раунде находятся в шаге от технического поражения. Если окажется, что 68-й не был третьим автобусом по счету, то их очко будет отдана догоняющим. Благо на видео попал момент, где показывают телефон с прогнозом. А далее наша команда опытных специалистов проведет расследование и узнает, в какой автобус надо было сесть убегающим. Итак, расследование окончено. И мне прислали результаты. Давайте же их посмотрим. Согласно результатам команды исследователей, которые внимательно посмотрели все кадры, что отсняли убегающие на остановке Площадь Победы, в момент, когда убегающие показывают телефон, на экране третий по счету транспорт – это 68-й автобус. Итого. Убегающие, сами того не осознавая, все-таки выполнили задание, пускай не прочитали его. Можно сказать, что им сильно повезло. Меж тем, во втором раунде гонка продолжается. 16. Проклятие. Откройте прогноз. Подождите, транспорт будет этим по списку воспользоваться. Нет, подожди. Это 18 смотришь. Где 16? О, и фу ты, 16. Проклятие. Следующая поездка должна быть на электробусе. Троллейбус – это электробус с питанием в движении, либо с динамической подзарядкой. И он считается. Понятно. Так, сейчас посмотрим первое, чем мы не станем. Походу, я в срубятую капку подряд. Вопрос, все можно сделать. Надо здесь десятка. Ты когда крутил курил, ты точно прокрутил от 1 до 20 только? Да. Окей, тогда. Да-да, мы в заднице. Давай сейчас здесь на десятку. Нам здесь на что угодно. Ну, десятку. Нам нужно дальше уехать из нее? Да. Но, извините, как? Нам еще все равно выполнить челлендж. То есть нам нужно что-то, какую-то очень счастливую карту вытаскивать. Семерочка, нам бы сейчас на тебя. Но нет. Ну... Эта пятерка никуда не торопится. Так, поев коленник, мы наконец-то направились в путь. Идем на детский мир, потому что с 41-го нет очень долго. Давай, крути эту сарайку. Так. Блядь, ну опять отсвечивай. Встречать минимум одного... Найти нового друга. Повстречать минимум одного животного, не человека, не насекомое и не птицу. Либо повстречать минимум трех птиц, не находящихся в состоянии полета. Животные, человек не искренен, не птиц. Вот животных. Все. Не, там, подожди. Животные, мы встретили панту, все. Снежинка. Они же фоткали. Панетка плюс снежинка. Хорошо, но они же тогда фоткали вывеску, фоткали нас, как я помню. Там же не сказано, что живое существо. Вон, 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 птица летит, все. Три птицы в полете должны быть. Три птицы в полете? Да. То есть целый косяк, окей. Даже две. Все, замечательно. У нас есть снежинка, кстати. Доги. Вы спасительные. Восемьдесят восьмая два, сорок шесть, двадцать восемь ворсень. Еще раз, что ближайшая? Сят восемь восемь. Я понял. Это я столько снежинку кину? Первая шесть. Кину сейчас снежинку? Да, кидаем снежинку тогда. Не, подожди. По-моему, пора уже кидать замороз. Что, кидаем? Десять минут же она? Мне кажется, да. Так, нам кинули заморозку. Это значит, что мы, хотя и собирались сейчас сесть в транспорт, нам еще десять минут нужно будет ждать. Времени сколько? Сорок шесть. Сорок шесть. Ага. Значит, пятьдесят шесть мы только можем стартовать. Может, даже до Дома художника дойдем, но не знаю. Наверное, на площади Ленина только пока. А спонсор заморозки – стакан с чаем. Я его еще не допил, поэтому я не очень хотела садиться с ним в транспорт. Но теперь не придется. Я его допью. Мы на площади Ленина. До конца заморозки нам осталось где-то порядка пяти минут. Они на площади Победы как бы, потому что, как я сказал, у нас два человека с поломанной геопозиции. Но якобы обновляется только что. Но судя по тому, что они кинулись за морозку, возможно, дела у них не очень. Так что будем следить дальше за развитием событий. Я сомневаюсь, что они пойдут в рощу. У нас рабочий вариант или десятый троллейбус, который будет ровно в 14.55. Это чтобы на московский попробовать успеть. Потому что у них 68 и 71. Есть, правда, опасение, что не успеем, если им еще не надо будет нигде больше пересаживаться. Если им надо было где-то пересаживаться, тогда это, скорее всего, не московский. А в итоге подъехал 41-й автобус, и мы уехали на нем. Вы не удивляйтесь тому, что... Вы, может, думаете, что я поменял напарника? Нет. Мой напарник вот. А мы встретились с другой командой. Дела такие. У нас, на самом деле, тоже не сказать, что хороши, но немножечко лучше. Они только покинули центр, но нам кинули заморозку, поэтому мы здесь. Наши в премьере, я не удивлюсь. Но они там или 68, или 71 мы решили. Наши точно. И они тоже смотрят. Но там еще сельхозка есть, ладно. И улиц Крупской. Да. И, кстати, до улицы Крупской нам даже быстрее будет, удобнее. Вот сельхозка не очень. Но нам были варианты только А7 ждать еще 3 минуты, поэтому мы решили в 41-й заскочить. Моя шутка сбылась, и можно было никуда не ехать, так как, ну, абсолютно ничего не поменялось бы, если бы мы остались на нашей начальной точке. Наши проехали путепровод прямо в сторону Юбилейной. Скорее всего, это Крупская какая-нибудь. Улица Крупская, это где конечки десятки? Или опять зафабричные. Либо зафабричные. Ну, слушайте, если зафабричные, то это будет уже совсем плохо. Если убегающие едут без пересадок, то у них три варианта конечных точек. В том числе остановка зафабричная улица, где закончился первый раунд. Я надеюсь, что это сельхозка. Я надеюсь, что это сельхозка, потому что если это не сельхозка, то я не знаю, что я буду с этими видео делать. Если они сейчас выходят на сельхозке и побеждают, то это, конечно, печально, но ладно. Пишите им тоже, чтобы на Громаркса ехали. Если они-то зафабричные. Мне еще интересная идея. Был 2 на 2, а стал 4 на 4. Может, как раз не вздох 2 на 2. Давай 4 на 4. Ой, мама. Впервые я в жизни надеюсь, чтобы они объявили о финише. При этом я догоняю. Нет, они едут мимо. Господа, мы попали. И давайте же вернемся в начало второго раунда и узнаем, какая конечная остановка у убегающих. Отсвечивает дико. А, ты уже? Окей. Окей. Жаль, не чуть дальше. Наши проехали сельхозку. У меня плохие новости. Получается, они тоже на зафабричных. Хотел 2 выпуска, а получилось все равно 1. Итак, мы на остановке таможня. Все вчетвером. Все вчетвером. Да. Мы предложили, поехали с нами на Карла Марса. Но мы вынуждены отказать, потому что, ну, хоть одну катку мы должны сыграть разными. По-разному. Ну да, и сейчас нам выпадает одна конечная точка. Ну да. И чё мы... Ладно, пойдем. Мы тогда в переход. Чё? Вы не знали. Чё, они приехали, да? И снова зафабричных. И мы тут здесь даже не первые. Мы здесь уже побывали. Как ты их местами не меняй, все равно выпадает одна и та же конечная. Как вы могли понять, из-за того, что убегающим и в первом, и во втором раунде досталась одна и та же конечная, снять две игры за раз не получилось. Поэтому сейчас вам будет предоставлена возможность посмотреть третий раунд, в котором уже я с Артемом буду убегать, а Иван с Вадимом нас догонять. Старт будет на остановке Сельхозакадемия. Мужский МК сделать. Отсвечивает очень сильно. Отсвечивает очень сильно. Ну, давай... Ну, ладно, здесь нормально. Вот у него на iPad Apple просто жесть. И ваше время ожидания. Слушай, мне... Да почему? Все. Жесть. Удачи вам, товарищи. Сверяем часы. 15.33. 15.33. 15.33. На. Погоди, я еще... Мне надо этот самый... Угу. Хорошо. В третьем раунде я с Артемом убегаю, а догоняют нас Вадим с Иваном. К сожалению, с моей стороны произошел отвал микрофона, поэтому вместо оригинальных комментариев будут те, которые я записал потом. Может, оно и к лучшему. А то в сумбуре игры некоторые фразы говорятся непонятно. Итак, догоняющие прождут нас 15 минут. Дела у нас пока не очень. Единственный вариант уехать 68-й автобус через 5 минут. В качестве конечной точки нам выпал... Да-да, Кремль. И опять основа. Так, и давайте... Какой-нибудь... Найти на улицах города государственный... Найти на улицах города государственный флаг Российской Федерации. Внимание, флаг на госномере не принимается. Наверное, сельгуски есть. Вообще-то мы рядом с университетом, поэтому логично в первую очередь искать флаг возле него. Мы пошли к главному входу, что на улице Костычева, но случайно заметили кое-что еще. А именно... Здание ЦНТИ на другой стороне улицы, на котором висел флаг России. Ну что ж, нам весьма себе повезло. Теперь ждем 68-й автобус и оперативно уезжаем. С Кремлем нам везло, по крайней мере, как мы думали изначально. Предполагали выйти на остановки площадь Ленина, чтобы пересесть в 41-й автобус, а если его не будет, проехать одну остановку на чем угодно и остаток пути преодолеть пешком. Но по мере поездки мысли менялись на более мрачные. Суть в чем? Догоняющим не обязательно садиться на транспорт в начальной остановке. Они могут спокойно ходить пешком, куда захотят, во время ожидания. Большая часть транспорта, согласно ГЛОНАСС, на момент старта догоняющих уже должна была проехать остановки, наиболее удобные догоняющим. Кроме 41-го автобуса, на который догоняющие могли успеть. И вот в чем дело. Мало того, что в таком случае расстояние между нами и догоняющим будет около 7 минут, так это еще и первый 41-й автобус, на который мы могли бы сесть, чтобы доехать прямо до Кремля. Потому нашей главной задачей становится прийти на остановку Кремль до прибытия туда этого 41-го автобуса. Затем появились опасения, что задания заставят нас изменить план похода пешком с библиотеки Горького до Кремля. А оттого мы приняли окончательное решение выходить еще на остановку раньше, на Доме художника. Попутно мы осматривали микроавтобус RAV, который везли на эвакуаторе рядом. Итак, Дом художника. Нам надо вытаскивать задание. И теперь... Проклятие! Следующая поездка, которую планируют убегающие, не должна быть последней в этом раунде. Ну, что и требовалось доказать. Наш план по одной пересадке и поездке в библиотеке Горького пошел крахом. Надо делать две пересадки. Тут нам повезло, быстро подъехал 17-й автобус, на котором мы решили ехать до площади Ленина. План поменялся. Так как вероятность не успеть раньше 41-го на Кремль резко вырастала, то теперь появился другой вариант. Если вы подписаны на бусте, то помните не вышедший выпуск прошлого года, когда мы к Кремлю шли от остановки РГУ через Посадский переулок. Этот вариант удобен тем, что когда 41-й автобус проедет Кремль, мы еще будем или ехать, или только приедем на остановку РГУ. Догоняющие, скорее всего, подумают, что едем мы куда-то в песочню, останутся в 41-й и проедут мимо Кремля. После чего у нас появляется несколько драгоценных минут, за которыми мы можем дойти до Кремля, пока догоняющие осознают свой просчет, едут до площади Свободы, думают, что делать дальше, бегут назад на Кремль. Короче, мы выходим на площади Ленина, снова тянем карточку, а там... Проклятье! Следующая поездка должна быть на автобусе большого класса. Автобус большого класса в Рязани имеет три двери. Согласно 220-му федеральному закону, его длина от 10 до 16 метров включительно. До остановки РГУ автобусы большого класса не ездят. Ладно, сзади нас пристроился 13-й автобус. Я не хотел на нем ехать, он собирался отъехать, но из-за скандалившего школьника он продолжил стоять на остановке. В итоге я передумал, мы сели в автобус и все же вернулись к изначальному плану проехать еще одну остановку и пойти так из библиотеки Горького. На пеший поход, чтобы успеть раньше того 41-го автобуса, на котором, как мы думали, едут догоняющие, у нас 5 минут. Ну что, побе... А, точно, нельзя же. Быстро пошли. А вот там тот самый 41-й автобус, который мы хотели опередить. Не получилось. Попробуем посмотреть, что дальше. Ну, в принципе, мы уже смирились с тем, что не успели и проиграем почти прямо у... А я никого что-то не вижу. Да, наверное, они там спрятались где-нибудь там за деревом или за остановкой. Ну, сейчас просмотрим, ладно. Алло! Вадим! Иван, вы где? Ну, мы типа на остановке Кремль, а вас нету. Странно даже, мы вас ждали. Мы думали, вы сейчас где-то за деревом прячетесь. Может, это все-таки сюрприз, вы все-таки здесь? Что-то странно. Это что, получается, мы победили? Так, и на что же они в итоге сели? Ну, вот. Альфа-Транс. Альфа-Транс спасает. Давайте. Все, все, все. У меня это спокойно. Итак, и наш... А, 7-ая, да? Сектор, 6-8-ая. Да, нам выпал... Нам несказанно повезло. Если в прошлый раз был вектор КАУ, в этот раз вектор ПРИС. Да. Потому что мы, они в 68-й, мы в 68-й, нас разделяет минут 10. Знаете, в чем удивительно? Она принесла там же документы, когда она была на площади Новатор. До этого я вообще не шло, не духом не было. Ну, кстати, да. Потому что здесь прекрасный вид, потому что здесь 5-8-ая. Одна приехала, другая отстаивалась. А это... Я загонял этого товарища. А я еще нас отмазываю, что мы не бегали. Ага. У них либо промежуточное... Скорее всего, этих товарищей Кремля мы просрали. Причем просрали всего пару минут. Потому что они уже буквально к нему подходят. Или у них свобода, но непонятно, зачем так было делать. Скорее всего, все же нам не хватит буквально пару минут. Смотри, локацию где они. А где? Куда? 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 Это было без шансов. Это было с шансами, офигительными шансами. Нет. Вы если б сели в 41-й, вот нас тут поймали. Мы на нее не успели. Не успели? Она на Ленина проехала впереди нас. А мы поняли, что вы едете только на... Когда мы уже ехали по Соборной, а 41-й проехал прямо. Не успели. Мы сели на Шат-8, которая сначала шла без Глонасса, приехала ровно в минуту нашего отправления и летела как сатана, но все равно это не спасло. Поскольку ждать на Зафабричной было очень долго, мы решили второй раунд начать с другой точки остановки улицы Карла Маркса. Вот мы уже встретились с двумя Ярославами. Разошлись с нашими врагами. Как можно быстрее нужно сваливать отсюда. Да. Так. И как у тебя понять, какое оно задание? Проклятье. Сесть в первый автобус, который подошел к той остановке, с которой вы хотели продолжить свой путь на общественном транспорте. Для этой карточки троллейбус это автобус. Как оказалось, мы выбрали не ту конечную. Перезаписываем. Ну извините. Извиняюсь, извиняюсь. И наша конечная... Большая 58. Большая 58. Твою. Ну. Плохо. Это, конечно, не сходится с нашими планами. Ну ладно. Думаем. Как оказалось, первым маршрутом будет как раз 30-й автобус. Нам он абсолютно не подходит. Он где-то там вдали. Сейчас будем думать, куда ехать. Наверное... Стоп, а почему он нам никак не подходит? Он... Он планирует... Он едет в рощу. Он едет в рощу. 17 минут нашего ожидания закончились. Мы выдвигаемся. Пытаться догнать. Сейчас должна девятка подъехать. Через минуту. Неужели... Выходили из автобуса. Вон он стоит. Мать его. Сейчас будем выбирать задание. Это было. Так. Шестое задание. И-и-и-и-и. Искатели истории. Найти и посмотреть вживую любое место, которое Яндекс помечает как достопримечательность. Сфотографировать это место. Либо найти любой дом с памятной табличкой и прочитать, что на ней написано. И у него заморозка. Да? Да. Так, ну это хорошо. Так, ну что? Собственно, наша достопримечательность не сильно далеко от нас. Поэтому прямо сейчас, я думаю... Мы поехали. Да. На фоне нее сфотографируемся. Ну да. Все. Мы вынуждены девятку покинуть, потому что наши убегающие делают заморозку. Мы должны 10 минут подождать. Повезло, что на таможне. То набраться по оружию мы потом ни на чем бы особо не уехали. Сели в Санкт-Петую. Едем как раз до того места, до нашей конечной. Так что у нас все шансы победить. Да, и у наших противников только что закончила заморозка. Завершилось время нашей заморозки. 10 минут, и мы вот как раз на 73-й садимся. Вот как будто у нас все хорошо. Но есть интерванс. Нас сейчас могут перехватить только если на Касимовском шоссе. Ну, вроде как следующие маршруты до Касимовского шоссе 47-53, они не успевают на них. Поэтому будем надеяться, что не успеет нас перехватить. Мы уже тем временем едем на свободе. Через три остановки узнаем, поймают нас или нет. Да. Едем в Кальном. Ну, собственно, вот самая страшная остановка, где нас могли перехватить. Я думаю, что уже финал предрешен. Я думаю, победа точно наша. Ух, какая хорошенькая остановочка. Надо бы ее потрогать. Потрогали. Победа! Победа, улица Большая, 58. Уже знаю, что многие из вас недовольны тем, что за весь этот выпуск с четырьмя раундами не было ни одной поимки. Мы знаем, что сейчас у нас баланс перекручен в пользу убегающих. И мы попробуем с этим что-нибудь сделать. Ну, как минимум время ожидания 25 минут. Согласитесь, это слишком много. Поэтому в следующем выпуске оно будет ограничено 20. А нижняя планка будет опущена до 14 минут. В общем, у наших соперников была конечная улица Большая, дом 58. Они уже минут 10 как-то на нее доехали. Мы ехали на 73-м, вышли на 11-й больнице. Было задание. Нам надо было сфотографировать достопримечательность. Мы стояли там тупили, смотря прям достопримечательность. Еще один 27-й. Я не рязанский, поэтому я все время путаюсь. Да и на автобусах не ездил последние лет 10 как минимум. Это последние минуты. Дай. Круг где-то. Текущий счет 0 месяцев 0 дней. Ну и давайте напоследок спросим наших новичков нашего шоу. Как им вообще участие в программе? Мне понравилось, что сначала мы победили. Мне не понравилось, что мы потом проиграли. Логично. Ну, мне понравилось, как мы ловко поступили с заданиями. Но нашу сторону как бы сыграла удача. То есть это было довольно весело, необычно. Так что, если вас это тоже заинтересовало, обращайтесь к нам по форуму обратной связи. А особенно прекрасная половина человечества... А теперь через неделю мы вам перезвоним. А особенно прекрасную половину человечества ждем с нетерпением. А это было шоу на следующее остановите. И до встречи в следующих выпусках. Продолжение следует...